Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас вторник, утро, и у меня возникла идея записать видео один день из жизни молодой мамы. Мне кажется, это интересно, я сама люблю смотреть такие видео. Плюс ко всему, у нас сегодня такой очень активный день, у нас будет и уборка, и с Катюшей мы идем на развивашки, и идем в поликлинику делать прививку Кате. В общем, много куда нам нужно с Катюшей сходить, поэтому хотим взять вас с собой. Сейчас я должна почистить зубы. Я помыла голову быстренько с утра, у нас должны сегодня отключить горячую воду, и поэтому нужно было все очень оперативно делать. Я подмыла, умыла Катю, не скупалась сама. Сейчас я почищу зубы и пойдем готовить завтрак. Сегодня на завтрак у нас будет овсянка. Катюше порежу грушу и сыр. Сама буду овсянку с сыром. И еще, наверное, у меня есть половинка авокадо, сделаю себе пару типов с авокадо, я их очень люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вчера я себя как-то неважно чувствовала, и весь день лежала, просто спала с Катюшей. Идет, звезда. Спала с Катюшей и особо ничего не делала, ни по дому, ни в принципе. У меня еще отменились уроки, и у меня был такой лентяйский день. Как-то я себя... Знаете, такое было ощущение, что у меня упало давление. На, сырочек будешь? Держи. Было такое чувство, что у меня упало давление, и вообще, честно, было ни для чего. Вот. Но потом как-то я так вот прям выскочалась к вечеру, у меня пришел муж, когда мы с Катей погуляли, то есть, когда я стала что-то делать по дому, там. Буду абсолютно точно сказать, что энергия появляется только тогда, когда ты что-то делаешь. Во время процесса. Это как аппетит приходит во время еды. Тебе лень что-то делать, лень убираться, лень, там, я не знаю, готовить, лень работать. Но когда ты начинаешь это делать, у тебя действительно откуда-то берутся силы. И эта мысль, она все время как-то меня так подталкивает, подстегивает что-то делать. Сейчас, дочь, я почищу грушу и пойдем. Мы будем завтракать не в ее стульчике, а за ее столиком. Она будет сидеть на своем стульчике, за столиком, кушать. Вчера, в общем-то, она неплохо с этим справилась. Обеды, так как они более сухие, у нее, получается, есть лучше. То есть, она меньше роняет, меньше пачкает и пачкается. Но в целом, мне несложно убрать, пока она учится, это нормально. Сейчас мы ей порежем грушу. Будешь грушу, Катя? Держи. Вот, и для чего вообще я сажаю ее в тот стул с столиком нормальным уже, не детским? Потому что, как по мне, это более такой самостоятельный вариант. Вообще, на детских развивашках, там они в конце кушают, кушают они в конце печеньки. И они садятся за обычный детский столик с стульчиком и просто кушают. Пьет водичку, аккуратненько кушают. И у Кати очень здорово это получалось. И поэтому я решила, что, ну, значит, она и дома сможет спокойно так кушать. Потому что это все-таки, я считаю, правильнее. Это, к слову, я прочитала неплохую книгу «Как стать ленивой мамой». Ну, если кто-то читал и понимает, о чем эта книга. Кто не читал, обязательно прочитайте, девчонки. Очень хрёвая книга. Там не говорят о том, что ничего не надо делать. Наоборот, автор осуждает, очень интересно о том, что быть ленивой мамой даже, на самом деле, сложнее, энергозатратнее, чем быть мамой такой, которая там, грубо говоря, бегает там за ребёнком, всё из него делает, кормит его и так далее. Потому что ленивая мама должна ребёнка обучить всему. Обучить его держать ложку, обучить его самому кушать. И это всегда сопровождается огромным количеством разбросанной еды. И это, на самом деле, сложнее. Ленивой маме нужно обучить ребёнка, например, слазить и залазить на стул. Это дольше, чем просто дать «держи». Это проще, чем просто посадить ребёнка на стул. Ребёнка проще поднять на горку, чем учить его залазать по ступенькам. И так во всём. Обучить чему-то, какому-то действию, всегда сложнее, чем просто сделать его за ребёнка. Но я всё же выбрала такой путь, причём я выбрала его до прочтения книги. Как-то, знаете, неосознанно так поняла, что для меня этот путь, он ближе, и я хочу, чтобы... не чтобы Катя делала всё как бы сама, потому что мне лень, а именно, чтобы она действительно сама научилась что-то делать. И это, я считаю, для развития очень полезно, когда ребёнок может сам себя в какой-то степени обслужить, то он становится более самостоятельным, а значит, он может самостоятельно какие-то навыки развить. Потому что ведь чаще всего мамы, они что делают? Они сажают ребёнка перед собой и начинают. Смотри, это пирамидка, это там рыба и так далее. Я сама так делаю и часто замечаю, пытаюсь делать так, чтобы у меня было обучение Катюше более таким естественным и в форме жизни, в форме игры. Поэтому я вот к таким вот методам прибегаю. Они мне очень близки и очень они мне нравятся. Ой, много бутеров делала, чёрт. С авокадо же хотела. Заболталась, мать. Самое главное для меня вот в воспитании, в обучении Катюши, знаете, не испортить всё. Мы вот ходим на развивающие вот эти занятия, и воспитатель там всё время говорит, какой у Кати такой характер, как бы, скажем так, он есть у неё. И она мне всё время говорит, как это так вот в год, вот такой уже так характер, она уже точно знает, чего хочет, и если она не хочет чего-то, она в жизни это сделать не даст. И в конце, когда она мне это сказала, я такая, ну да, вот она у нас такая вот как бы прямо там, и она говорит, только не сломайте это, не испортите, чтобы как бы у неё это осталось, да, во взрослой такой боли жизни. И я подумала, реально, как много родителей просто рубят на корню сильный характер ребёнка, который мог бы им в будущем, во взрослой жизни помочь, чего-то добиться. Что-то у меня там кальций с котом бедокурит. Пойду посмотрю. Всё в порядке. Вот, и действительно ломают характер детей, сильный характер. И ребята становятся неуверенными в себе, и потом у них возникают трудности с личной жизнью, с карьерой, с учёбой, просто потому что они не верят в себя, им кажется, что, да, вот так вот они всё делают неправильно, а это просто родитель ломал их характер такой какой-то сильный, может быть, своенравный. Да даже, знаете, не всегда дети ведут себя как-то своенравно, зачастую дети ведут себя абсолютно нормально, ну, немного шумно, чем хотелось бы родителю, но на то они и дети. Но родители почему-то стараются всё время, не знаю, как-то взять всё, знаете, под свой контроль. Возможно, для кого-то такая модель неправильная, и кто-то считает, что, да, ребёнок, он сам ещё ничего не знает, ничего не умеет, поэтому ему нужно как-то подсказать, помочь. Но это такой немой путь, так скажем. Я всё же стараюсь... Знаете, даже вот такой дурацкий, наверное, пример, когда мы смотрим «Спокойной ночи, малыши» вечером с Катюшей, часто включают такие стрёмные мультики, это просто ужас, и их прям не то, что ребёнку включать ему хочется, их самому смотреть не хочется, но Кате они, например, нравятся. Не все там нравятся ей, но некоторые, она прям смотрит, прям, знаете, вот, ну, не моргнёт. И мне тяжело даже переселить себя, не мотать этот мультик, да, то есть немного его вперёд, чтобы он был покороче, а смотреть его, потому что он нравится Кате. И я считаю, что это правильно. Ты включил в мультик ребёнку, и он ему нравится, с чего вообще, да, то есть ты хоть будешь включать то, что нравится тебе. Ну, это неправильно. Я часто замечала такое и за своими родителями, и за родителями там, с каких-то своих друзей, что родитель говорит такую очень странную фразу. Да мультик глупый! Не будем его смотреть. Но, блин, мультики, они для детей, и если для ребёнка он интересный, то почему нет? Ребёнок не должен смотреть фильмы какой-то научпоп, или, там, боевики, или, не знаю, какие-то ещё фильмы, которые взрослый человек считает интересными. Он должен смотреть глупые мультики. Мультики, которые, возможно, как-то в конце концов разобьют его фантазию и сделают для него, может быть, что-то хорошее. Хотя я читала очень много статей, и в книгах разных по воспитанию писали информацию, что развивающие мультики это всё на самом деле миф. Ну, не знаю. Я себя, знаете, как-то убеждаю, что развивающие мультики есть, мультики обучающие, и прибегаю к вам мультикам, конечно же, как и любая другая мама, наверное, потому что мультики, они спасают и дают возможность, так вот, знаете, выдохнуть в течение дня, немножко так прийти в себя, когда ребёнок уже совсем сходит с ума. Так, в общем-то, завтрак у меня готов. Сейчас я сделаю кофе и будем кушать. Попой, попой поворачивайся, попой задом. Вот так, оп. Приятного аппетита, милая. Всё, стой, сиди. Давай, ножку тянем в мелью. Вот всё, девчонки, мы поели. Как видите, в общем и целом чисто. Я немного позже покажу, как Катя ела раньше и вообще как мы учились с Катюшей есть самостоятельно. А сейчас мы будем мыть посуду и приводить маму в порядок. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Девчонки, всем еще раз привет! Мы с Катей вернулись с развивашек, сегодня очень круто занималась она, вообще прям супер здорово выполняла все задания, сейчас она уже спит. Я записала одно очень такое откровенное видео о своем опыте, о своей первой беременности, о ее подготовке к ней и о ее таком завершении. Это видео я выложу на днях, вообще на самом деле это очень сложная тема для меня, но я думаю, что такое видео оно кому-то поможет. В общем, на днях я его выложу обязательно. Сейчас, пока Катя спит, я полежу почитаю, и Катюша проснется, мы с ней будем обедать, и потом у меня будет урок. А после урока мы идем в поликлинику делать прививку. Короче, денек сегодня такой очень эмоциональный. Питанские новости Центра Так Вы Как Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, я отвела урок. Урок я веду на такой красивой доске. Сейчас я покажу. Эту доску недавно начали с ученицей, мою прошлую заполнили полностью. У нас тут всякие красивые решения. Всякие красивые тут рисуночки, интерактивчики. Вот наш сегодняшний урок. Мы разбираем с ученицей домашние задания, текстовые задачки решаем вместе. Примеры, какие-то простые задания она делает сама. И когда остается время, мы с ней решаем олимпиадные задачки. В общем-то, ей очень нравится. Девчонки, ну вот и все. Буду заканчивать. У нас сейчас уже половина седьмого вечера. Я провела урок. Муж у меня сидит с Катюшей. Сейчас я приду к ним. Мы немного поужинаем, покормим Катю, помоем ее. И около восьми она пойдет спать. Завтра я постараюсь тоже снять целый наш день. Может быть, какие-то интересные моментики. В общем, еще раз спасибо, что смотрели нас. И всем пока-пока.